Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли! Эксперименты. Давай сегодня немножко поделимся на широкую аудиторию. Как у нас продвигаются дела по экспериментам. Напомню, у нас два эксперимента. Один – молодость и здоровье, а второй – стройность, физическое тело и, опять-таки, психика. И заходы с двух сторон получились к одной и той же теме. Это тема здоровья и молодости. Заход с двух сторон. С одной стороны, мы зашли из психики, когда мы подходим к старости болезней. С другой стороны, мы зашли из физического тела, когда мы убираем недовольство физическим телом. И мы воткнулись в первую очередь с этим недовольством в питание. И когда начали разворачивать подмены, где мы воюем сами с собой, опять-таки благодаря питанию, благодаря паразитарности, и благодаря очень много аспектов, связанных именно с едой и физическим телом, но это все равно проявлено с тем, что мы боремся с массой лишней, мы боремся через врачей и косметологов, мы везде боремся с физическим телом. То единственное, что у нас есть, мы все время с ним воюем. Все время им недовольны и воюют. Да, недовольны и воюем. А если мы заходим с другой стороны, и вроде бы мы себе врем, что мы довольны, и мы не воюем, то есть мы вроде бы его приняли, но с другой стороны, вдруг оказывается, что мы начинаем стареть и перетекать в следующую жизнь. Зачем то? Наверное, потому что все-таки это недовольство есть, и оно не признано. В общем, мы зашли в эксперименте с двух сторон, и у нас удивительные есть наработки. Конечно, группа по молодости и здоровью значительно больше, чем группа по телу. Потому что как бы тело нам неинтересно. Да, да. Вот опять-таки обесценивание самого дорогого, да. Но при этом, да, большая группа по молодости, а по телу, да, она меньше. Но при этом группы дают невероятное осознание. Это как... Вот я как написала недавно в группе, вдруг еду за рулем и подумала просто про чат, и вдруг осознаю в какой-то момент, что наши чаты, наши группы, да, экспериментальные, это вот как сосуды в теле человека. И ты видишь, как меняется кровь, меняется вот... То есть переписка людей, делимся информацией, да, делимся, обмениваемся, можно так сказать. И ты видишь, как меняется кровь, как она очищается, становится чище, здоровее, прямо вот на глазах. Вот так настолько это осознала. Реакции людей. Вот здоровье просто. И эти поведения, как они в одних и тех же ситуациях начинают проявляться иначе. И они вот этим делятся, пишут, и мы там пишем тоже. И вы знаете, вот есть книга, которую написали мы по чату мам, по детям с аутизмом, да? Две книги вот таких. И тут оказалось, что вот сейчас чаты по экспериментам, это примерно начало книг по выходу из аутизма взрослых людей, да? Но это уже не из аутизма, а из недовольства, из проблем. Из искажения, из болезни. На самом деле из болезни. Выход из искажения. Из болезни – это болезнь. Старость – это тоже болезнь. Старость – это вирус, на самом деле. И это выход из искажения в здоровое. И в любом случае человек осознает, неважно, какого он возраста, он осознает в себе те программы, те автоматизмы, все то, что делает его роботом, с одной стороны, с другой стороны обезьяной, животным, либо же вплоть до насекомого. То есть вот моменты есть поведенческие, проявленческие у людей, которые человек… Ну как-то я веду себя как насекомое. Ну а как ты себя ведешь иначе? Ты посмотри, как насекомые себя ведут, ты посмотри, как ты проявляешься. И вот в этих чатах вот это обсуждение, оно включает мозг практически у всех. И это касается с одной стороны… Но это во психике, с другой стороны – физики. И присоединение это дает выхлоп и в той, и в другой группах. Да. Но это в чатах те люди, которые уже воспринимают эту информацию, что ты похож на этого, ты проявляешься как вот это насекомое или как это животное, они воспринимают эту информацию уже здоровым разумом. То есть осознавая… Способны видеть. Способны видеть, да. То есть не закрываю сразу шторки и все, меня нет. А именно вот они способны это слышать через вот это, без обид. То есть уже здесь огромный плюс на самом деле. Ну как меняется отношение в семьях между мужем и женой, меняются отношения с детьми, меняются отношения на работе, меняются отношения даже с сотрудниками. Как нам Светлана писала по поводу, там, сотрудники как на фирме начали резко меняться. Да, да, да. Да, все меняется. Ты приходишь в баланс, в гармонию сам с собой, и ты отражаешься уже в здоровых на голову людям. Да. Но это все же с тебя начинать, а не с кого. Да, а самое главное, смотри, в чате очень много людей, да, очень много. Но пишут единицы, но невероятно. Читают все. Читают все. И в этом состоит и парадокс, что да, да, те, кто проявляется в чате, это те, кто на самом деле имеют силу вот эту смелость проявиться, да. А все равно те, кто спрятался, они пока спрятались. Но даже вот пока спрятавшись, находясь в этом чате, они получают невероятный бонус. Они все равно не могут не услышать себя. Я это осознаю просто вот до глубины. Смотри, что мы сделали. Мы повторили то же самое, что мы когда-то сделали с аутизмом. Мы просто взяли и вот когда-то мы точно так же сделали заход на аутизм. Да, там много работы было, да, мы работали там 300 детей сразу вести плюс-минус. Ну, мы-то довалили просто с утра до ночи. Но мы нашли выходы, как работать с аутизмом. И сегодня по аутизму, пожалуйста, хочешь работать, работай. Били, у тебя есть вся инструкция, можешь пройти сам. Можешь на каком-то части пути, чтобы сократить путь, обратиться к нам, мы тебе поможем. Но у тебя есть вариант выхода. А вот эти всякие верю, не верю, поговорите со мной, в попу поцелуйте, подуйте на меня. Обойти, с другой стороны, спрошу у кого-то, как они, как у них, да. И получит. Ну, у вас проходит жизнь, просто проходят, профукиваются возможности, невероятные возможности. Хочешь, имеешь возможность, но тогда прямо на правом посмелости. До этого число. Да, сила. Вот тогда есть выход с аутизма. А нет, хочешь вилять, вилять. Не в этой жизни просто. На самом деле это так. Во всяком случае, путь проложен. То есть через тундру путь проложен. Этого пути в медицине не было. И, кстати, до сих пор нет. Вот точно так же мы идем сейчас. Мы просто собрали в одну кучу разные заболевания. Дело в том, что почему в одну кучу собрали и назвали это все молодостью и здоровьем, выходом в молодость и здоровье. То есть внимание сразу на выход. Почему? Потому что психика на самом деле, она не очень-то хочет градировать болезни. Когда описывают психосоматику, у тебя там это потому, что ты такой, а это потому, что ты такой, это очень условно. Если вы зайдете глубже, еще глубже, то дальше вы выходите на подсознание, которое просто ржет. И говорит, чтобы эта ходилка-стрелялка двигалась в том направлении, в котором надо, чтобы происходило развитие сознания, надо причинить боль. Вот тот стимул. И он просит эту боль, да? И это ходилка-стрелялка просит эту боль. И, соответственно, под этот вот момент проявления человека, а он всегда комплексный, он всегда непримитивный, сформируется такое же заболевание. Но это заболевание опять-таки будет формироваться через само тело, через самого человека, через его проявление. И получается все настолько разное, что одно и то же заболевание у двух людей имеет разную психосоматическую основу. То есть вывести один какой-то вот такой знаменатель для всех, это будет глупо. Но еще если по правилу Парето 80 на 20, можно там 80% объединить под что-то условно, то если глубже зайдешь, все равно это что-то растворится. Все равно будет уникальность. Мы все уникальны. И получается, да, получается лучше напрямую с подсознанием, со своим, в искренности выйти, установить связь, и в этой связи двигаться. И тогда тебе не надо причинять боль, потому что у тебя есть интерес. И тогда тебе не надо формировать вторичную выгоду для того, чтобы тебе было куда пороть, чтобы было больно. То есть все примитивно просто. Все эти вещи, все эти механизмы мы тупо описали в наших книгах. И человек может почитать и немножко развить свои извилины. Но самое интересное – это практические наработки. А практические наработки у нас всегда идут на группах. И вот сейчас вот эта взрослая группа, я чувствую, что будут у нас книги, брошюры по питанию, будут у нас книги, подкрепленными обратной связью по чатам, потому что есть осознания невероятные людские. Просто потому что даже если мы этого не сделаем, это все, оно исчезнет. А если бы мы не написали, да, канет. Если бы вот это не написали, согласись, это как сидеть на сундуке золота и никому не дам, и себе, и сам, да, и просто зарыть. Это вот так. Поэтому действительно появятся брошюры, они будут уникальны, это 100%. Потому что такого не было. Такого истории не было? Нет, да, не было. Потому что все остальное, вот даже про психосоматику, оно банально. Оно банально и копировано. Копировано как под штамп. Оно содержит объективную реальность, а нет объективной реальности. А нет объективной. Каждый человек уникален. Так же, как каждая клеточка на нашем теле уникальна, потому что она занимает именно свое место. Так же человек занимает свое место. И поэтому мы все уникальны, абсолютно. И говорить под копирку, ну, это уже о роботе. Но смотри, у нас сейчас есть офигенные наработки по телу. Сегодня у нас эксперимент молодости-здоровья. Но у нас есть офигенные наработки по психике. И я предлагаю сегодня нам бомбануть. Бомбануть. Нам отработку. Да, да. Взять, сделать отработку всей полностью группе, соединив вот наработки с двух... Да, с двух сторон. С двух сторон. Менять отношение к питанию или не менять, они решат сами. Мы даже в эту тему ввозить не будем. Это интерес человека. А те вещи, которые мы видим, как работают именно психические механизмы, мы можем подкорректировать и помочь настроить у них в подсознании. Как это проявится, даже интересно. Потому что есть люди, у которых достаточно чисто и легко идут настройки. А есть люди, у которых много сомнений, лжи, недоверия. Сделайте за меня там, лень и так далее. Как вылезет там, как вылезет там, у нас будет наблюдение. Вот, у нас будет эксперимент. Вот для этого экспериментальная группа, я имею в виду. Вот там мы и увидим, на самом деле. Потому что смешанные люди все разные. На самом деле, все, кто проявляется в группах, именно хоть один раз, это, на самом деле, это уже человек открывает двери себе в жизнь. Тот, кто пока за дверями, у него все равно есть эта возможность, он читает. Но именно тот, кто хотя бы, вот когда мы делаем отработки, и берет на себя смелость и проявляется. Пусть даже мы не ответили там где-то, не заметили. Но мы-то прочитали. А мы-то прочитали, да. То есть у человека все равно сделал шаг. Он сделал шаг. И это важно. Вот, то есть этот сосуд, я буду так говорить, этот капиллярчик. Сосуды – это группы экспериментальные, да. А капиллярчики – это все, кто там находится. Так вот этот капиллярчик уже дал себе возможность жить. То есть пропустил, да, пропустил через себя вот эту информацию, открывшись потоку в сосуде. Я такими образами пишу, потому что я вдруг это настолько четко увидела. Прям и захотелось написать. Написала в группу. А еще смотри, разница наших экспериментов. Мы о них говорим публично. Они есть в доступе. Человек может взять те вещи, которые остались открытыми, а много чего остается открытым. Он может подключиться, посмотреть, увидеть, осознать. То есть у человека есть возможность, у любого человека, смотрящего, включиться и посмотреть. Это не фуфел. Это реально серьезные вещи. И при этом, смотри, если мы возьмем для самых пугливых, да, вот когда мне человек говорит какой-нибудь, что я боюсь там вас или еще что-то, я все время ржу, потому что я понимаю, пугливость – это всегда об определенном уровне развития интеллекта. Так вот, даже когда человек самый пугливый захочет заглянуть вот за эту шторку и поинтересоваться, и скажет, ой, а может, это секта? Так вот, смотри, те же самые масоны, те же самые вот эти объединения, которые считаются сейчас правящими мирами, иллюминаты, да, вот эти все, они ведь все начинали с чего? Они искали бессмертие, и они искали молодость. И на эту тему у них информация никогда, нигде не выдавалась. А абсолютно все именно двигались в этом направлении. Ну, они же не придурки были, там, люди, которые двигались, да, и если их относят к правящим мира, да, до сих пор, и считают, что они идут... Почему же вот эти правящие мира занимались вот именно этими темами? А что они нашли в этих темах, если они вокруг себя объединили миллионы? Просто они такие тупые, манипулировали людьми? Подождите, так почему тогда туда идут избранные? И почему такая поддержка друг друга во всем мире? И правда, есть вывертыши, которые действительно безумны, потому что где-то сбились с пути, где-то вошли в искажения, где-то, где-то. Сейчас есть возможность это все увидеть самому. Вот мы проходим этот путь и показываем на людях, и люди дают обратную связь, и эту связь можно читать, и в эту тему можно вникнуть, если эта тема интересна, и пройти чистым его, чистым, без всяких... Так вот разница. Вот и вся разница. Да, так вот в том-то и дело, что и разница... У меня есть ответ, на самом деле, и масонам, и насчет масонов, и этих. В том-то и разница, что если рассматривать то, что они этим тоже интересовались, не то, что тоже, у них эта цель была, на самом деле, но за единственным исключением это то, что к этой цели они идут, выжимая все возможное из... Материи. Материи. Я хотела сказать из коллективного, но материи. Вот это больше берет обхват. Так вот в этом самая большая ошибка, потому что они зажимают себя, а это конец. Это окончание, то есть это ограничение, это ловушка. Вот. Когда... Наверное... Это так же, как и наука. Такая же ловушка. Да, да. Те же грабли. Единственный образ, который подходит вот в эту... Сказать, как сказать, правильно-неправильно, да, правильно или как там, к жизни, это солнце. Мы все знаем, что солнце, оно не делит плохое, хорошее, да, и не отжимает. Оно просто есть. Это солнце. И благодаря солнцу есть жизнь. Вот это и есть свобода. Так вот, когда ты солнце ограничиваешь, кстати, насчет ограничения солнца, сейчас тема и пошла, что там что-то с искусственным солнцем уже придумывают. Это все такая же отжимка. Это еще ловушка, еще та, еще грубее. Так вот, когда ты солнце, жизнь есть. Когда солнце, ты закрыл себе, жизнь заболеет. И будет болезнь. То, что мы сейчас и проживаем, на самом деле, закрыв себя, закрыв чувства. Ну, вот приблизительно разница между нами и масонами. И чем больше мы открываем, чем больше мы... Настолько правильный был заход в инфодайинге, когда мы не стремились перепрограммировать человека, не стремились сказать, я, 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 да, это сделал я, я такой молодец, я вас вылечу, я вас спасу. Нет. Когда мы просто убираем грязь, а все остальное делает человек. Человек сам себя меняет, сам себя перепрограммирует, сам себе мечтает, сам себе создает и так далее. Наше дело помочь убрать грязь, увидеть эту грязь, осознать и убрать. Потому что это наш интерес. Наш интерес была... Зачистительная функция. Да. Именно искренний интерес, к которому мы и шли, и идем, продолжаем идти. Да, да, да. Вот этот солнце. И поэтому сегодня мы снесем грязь, связанную с молодостью и здоровьем на определенном уровне. И ресурс мы возьмем дополнительно из физического тела. Мы соединим просто два... Соединим две наработки. Да, две наработки. На то, чтобы омолодить человеческое, физическое тело. И я уверена... Сегодня будет магия. Опять-таки, у кого-то это будет омолодить, а у кого-то этот ресурс будет израсходован на восстановление от болезни. Конечно. Потому что тело сперва восстанавливается от болезни, а потом уже заботится о том, как будет... Первую очередь тело будет, да, именно восстанавливаться. Это в первую очередь. Это ресурс на самовосстановление. Да. А уже следующий этап, это уже омоложение. Это, да, направление. И мы продолжаем этот эксперимент. По пятницам у нас идет психика, по понедельникам физика. И так, шаг, шаг, шаг. Мы идем вперед. Уверена. И это интересно. Кому интересно, подключайтесь, заходите на платформу Subritions, subrition.com, выбирайте, и мы с вами. У вас есть возможность. Да.